Часть третья. Ошибки и затруднения, возникающие в процессе реализации оздоровительной программы. Прочти и осмысли, а затем делай из наставлений Генеши, то есть меня. Введение. Не ошибается тот, кто ничего не делает. У каждого человека возникают затруднения, ошибки, вопросы при реализации собственной оздоровительной программы. Эти проблемы разрешимы с помощью главного инструмента познания аналитического ума. В книгах целительной силы дано достаточно материала, чтобы избежать грубых ошибок и разобраться в мелких недоразумениях. Переработанный первый том целительных сил значительно разъяснил и упростил применение на практике ряда важнейших положений и процедур. Ваша задача состоит в скрупулезном изучении этих общечеловеческих ценностей и грамотном их применении. Если в предыдущих книгах серии целительной силы были отобраны положительные примеры, на которых автор разбирал тот или иной механизм действия, ориены, голода, бега, дыхания и так далее, то в этой части подобраны примеры отрицательного характера с разъяснением их причин и ошибок. Глава первой. Ошибки и затруднения, возникающие при оздоровлении. Наиболее типичные ошибки, допускаемые процессы самооздоровления следующие. Первое. Большинство причин заболеваний находятся в полевой форме жизни, а воздействие оказывается только на физическое тело. Второе. Желают получить оздоровление без предварительного очищения организма. Третье. Используют оздоровительные средства без учета собственной индивидуальной конституции. Четвертое. Используют оздоровительные средства без учета биоретмологических факторов. Пятое. Используют ненатуральные продукты, компоненты при выполнении оздоровительных процедур. Шестое. Не понимают процессы, происходящие при оздоровлении собственного организма. Седьмое. Ближайшее окружение оздоравливающегося человека настроено враждебно к его занятиям. Помимо вышеуказанного, имеется масса вопросов, задаваемых читателями и требующих разъяснения. Причина заболеваний находится в полевой форме жизни. Одна из причин неудачного очищения толстого кишечника, печени и почек находится на полевом уровне. В этих местах существует сильнейший израстой энергии, который создает спазм. К тому же приводят чувство неуверенности и страха в себе. Как только человек во время очистительной процедуры подумал о неудаче, у него сразу же активизируется соответствующая клеточная память. И происходит спазм, боль, еще более сильные нагнетания страха, еще более сильный спазм, паника и так далее. Поэтому вначале очиститесь от своих страхов, а потом делайте чистку печени, почек и так далее. Пугливым на заметку. Если у вас возникают проблемы при переходе на новый вид питания, знайте, что они связаны в основном с неспособностью организма усваивать пищу из-за скрытой патологии, размещенной в полевой форме жизни. Уберите ее, а затем плавно меняйте продукты питания. Пример. Инвалид труда, вторая группа, списана врачами на пожизненную инвалидность, возраст 58 лет, гипертоническая болезнь второй-третьей степени, куча сопутствующих заболеваний. Почистила печень уже седьмой раз, готовлюсь к восьмой. При первой чистке печени вышло 600 камней, при второй 448, при третьей 300, при четвертой 84. Камни выходят размером от 3 до 1 сантиметра в диаметре, разнообразной формы, плюс к этому целая 100-граммовая баночка мелких с горошину и меньше. Выброс крупных камней происходит после клизмы из упаренной урины. Вышло очень много лохмотьев и слизи. Начала чистку с приема альдефана, артериальное давление было 200 на 100. Первый день после чистки артериальное давление стало 160 на 90, но потом пошло вверх к прежним цифрам и стало резко скакать. Очень болит голова. Пятую чистку 30-12-93 года печени начала с артериальным давлением 220 на 120. Пью альдефан и кристанин. Выброс был небольшой, около 100 камешков, с маленькую фасольку и меньше. Но появились новые явления. Вышло полбаночки 100-граммовой черных камней размером, зерна риса, много слизи, пленки, желтовато-коричневые. Шестая чистка. 26-го, 2-го, 94-го года. Артериальное давление перед чисткой 200 на 110, после чистки 180 на 100. Потом начало подниматься и достигает 200-220 на 100-120 миллиметров штутного столба. Периодически принимала альдефан, но давление держалось на том же уровне. Вышло 260 камешков, в основном мелких. Самый большой был 2 сантиметра. Седьмая чистка. 29-го, 3-го, 94-го года. Проходила на приеме старой урины пополам со свежей. Выброс был небольшой, около 100 штук. Вышло очень много желтой слизи. Кусок твердой слизи с прожилками крови. И еще вышла слизь с твердой белой пленкой, как бумага твердая. Параллельно с чисткой печени провела очищение почек и мочеполовой системы вымоченным рисом в течение 60 дней. Принимала урину свежую, иногда упарину. Чистила суставы. Сосала постное масло. Принимала теплые ванны. Пью настойку чеснока. Вот уже месяца 3-4 периодически отходит суриный песок, в основном красный, бывает желтый, очень много осадков в моче. Бывают даже хлопья, как сваренное молоко. Комментарии и рекомендации. Из первой части этой книги мы уже знаем, что эмоциональные шлаки и зажатости в первую очередь повышают кровяное давление, а затем образуют застои во всем организме, что приводит к камнеобразованию и искажению структуры тканей, ухудшению функций органов. В данном случае причина находится на полевом уровне и надо от нее избавляться. Обычно очищение на физическом уровне не в состоянии снизить артериальное давление. Оно может удалить только физические шлаки, что и происходит. Надо добавить дыхание и счастье, либо ребёфинг, либо дианетику, и дело пойдет быстро, очень быстро на лад. Пример. Мне 25 лет. Я очень больной человек с детства. Я родилась больной. Мои болезни это спинно-мозговая грыжа поясничного крестцового отдела, вывихи бедер, ноги нечувствительны до колен, сколиоз позвоночника второй степени, а также больны все внутренние органы, почки, печени и так далее. Моя самая большая мечта с детства это стать здоровой. Несмотря на все мои болезни, я вышла замуж. Я очень хотела детей и родила их, несмотря на запреты врачей. У меня дочь 5 лет и сын 2 года. Но здоровье моё стало еще хуже. Я понимаю, что мою спину без операции невозможно вылечить. Но где-то, далеко в глубине души, у меня теплится такая надежда. Молилась Богу, просила и сейчас прошу Иисуса Христа об исцелении. И вот, я неожиданно для себя купила ваши книги, хотя я их раньше встречала, просматривала и не покупала, считая ненужными для себя. Я понимаю, что вы очень занятой человек, но прошу, найдите хотя бы минуточку и напишите, да или нет. Комментарии и рекомендации. Господи, за что же так можно изувечить человека? За то, что в прошлой жизни он занимался абортами и теперь получил то, что делал другим. Бойтесь кармы. Очищайтесь от нее благими делами, помыслами, самоанализом и искоренением причин. Помню, а еще не свершившиеся кармин. Надежда Теплица. Грехи снимаются. И вот эта книга для вас. Разум, архитектор тела, должен заработать во всю мощь. Вы обязаны создать невероятно четкий образ своего тела, здорового, сильного, красивого. Это будет устранять патологию формы на уровне полевой жизни, первичного сознания. Раскалите ее до солнечного свечения и плавьте, плавьте в новую форму, созданную разумом. Занимайтесь этим все свободное время и ответом вам будет да. Прочь сомнения. Разум строит любые формы, любые энергии, любое вещество. И вы, частица божественной жизни, все можете. Имейте веру в горчичное зерно. И вы будете двигать горами. Таков был дан ответ. Пример. У меня сильно болеет жена. После сильного стресса, связанного с болезнью дочери, у нее нарушился сон, боли в сердце, тахикардия и экстрасистолия. Это ее мучает уже три года. Она сильно похудела. Побывала у десятка врачей. Принимала килограммы лекарств. Жена не очень верит в то, что пишут в книгах. Да и устала ужасно от всех этих бед. Посоветуйте, вселите уверенность в комментарии и рекомендации. Необходимо применить дианетическую терапию или дыхание счастья. Дианетическая терапия более подходит для ослабленных лиц. И разредить эмоциональный стресс, который блокировал сердечную тякру и не дает производить нормальное количество электромагнитной симптом экстрасистолии и вращательно-колебательной симптом тахикардии энергии. Далее пройти полный курс очистительных процедур. Правильно и полноценно питаться. Использовать процедуры, угнетающие жизненный принцип ветра. Горячей ванной с последующим смазыванием тела оливковым маслом. Пример. Мне 36 лет. Три года назад я неожиданно заболела. Хотя вялость, слабость чувствовала задолго до болезни. Когда обратилась в больницу, оказалось, что у меня постоянно держится температура 37,1-37,3 градусов. Озноб, отечность языка, пища не усваивается. Поносы, постоянные боли в левом подреберье. Я стала волноваться. Чем больше мне назначали лекарств, тем хуже мне становилось. Стала мучить бессонница. Появились боли в кишечнике летучего характера. Обезболивающие мне боли не снимали. Диагноз поставили. Холецистит, гастрит с пониженной кислотностью, панкреатит. Врачи сказали, что ничего страшного нет. После трехмесячного лечения я выписалась из больницы в таком состоянии, что приготовилась к смерти. Я решила, умру, но в больницу не пойду. Я стала голодать. Голодовки переносило очень тяжело. Даже однодневные. Были страшные боли. Кружилась голова. Темнело в глазах. Затем стало переносить легче. Очень сильно мучили боли в левом подреберье и в печени жгучего и колющего характера. Проголодав 20 дней, я сделала правильный 20-дневный выход из голода на растительной пище. А затем перешла на обычную пищу, так как к растительной пище я еще не совсем привыкла. И мне тяжело было держать эту диету. Я стала злоупотреблять животными жирами и жареной пищей, так как всегда это любила. Вскоре у меня заболела печень. Я пила чай горячий. А у меня возникало такое чувство, что в правом уголке печени застыл жир. Стали болеть почки. Стало отекать. Опять появилась сильная потливость с неприятным запахом. Стали вылазить волосы. Когда я наклоняюсь, у меня начали по стопам ног бегать мурашки. Чувство покалывания. Я проголодала еще 15 дней. Из голода выходила неудовлетворенной, так как предпринять длительную голодовку я боялась. Была до этого большая потеря веса. Вышла с чувством боли в правом боку. Но застывания при питье воды уже не было. И вот в течение года я чувствовала тянущие боли в этом углу. Краткосрочной голодовке эффекта не дали. Совершенно случайно я купила вашу книгу. Все, что вы пишете, я принесла на себе. У меня также рассасывалась эмаль. Причину я узнала из вашей книги. Я чистила кишечник по Уокеру и занялась чисткой печени. Завела себе дневник и приступила. В течение пяти месяцев я сделала 28 чисток через 2-3 дня. И все это время из меня идут темно-зеленые и светло-зеленые мягкие камни. Выходят со страшными болями. Величинами бывают сгрецкий орех. Мелких невозможно пересчитать, а крупных иногда бывает 20-30 штук. Питаюсь в основном вегетарианской пищей, но иногда срываюсь и переедаю. Сразу ощущаю, как у меня начинается ломка в организме. Покалывает сердце. Боли в шейном отделе позвоночника. Чувство давления и сжение в глазах тянет мышцы лица и ног. После очередной чистки все проходит. Меня интересует такой вопрос. Я сделала 28 чисток печени через 2-3 дня. А из меня все сыпятся камни, как из каменоломни. Бывает и такое, что в одну чистку идут одни темно-зеленые, в другую светлые, а бывают смешанные. Не могут же они образоваться за 2-3 дня. Тем более, что последние чистки я делала двойные. То есть, утром делаю 2 клизмы. Натощак выпиваю 125 граммов оливкового масла, затем 125 граммов клюквенного сока и ложусь на грелку. В 17.00 клизма уже идут камни. В 19.00 опять 125 граммов масла и столько же сока. Утром 2 клизмы и опять идут камни. Я обратилась к врачу. Он мне объяснил, что это масло сворачивается и абсорбирует грязь из печени. Я ему не поверила. Как может масло свернуться? Ведь в желудке и кишечнике определенная температура. Тем более, что после первых чисток у меня были страшные боли. И такое чувство, якобы камни застряли и распирают печень, что меня и толкало делать чистки через 2-3 дня. Теперь это чувство прошло и болей таких нет, но камни продолжают лезть. Объясните, что это такое? Комментарии и рекомендации. У этой женщины констанционный тип желчи, возрастной период желчи, неожиданная болезнь в виде озноба, отечности, боли, волнений, бессонницы, перевозбуждения жизненного принципа ветра. Но сам ветер не причина, а следствие застой энергии в полевой форме жизни от эмоциональных шлаков, на что указывают боли летучего характера, не снимающиеся обезболивающими лекарствами. Они и не снимутся, так как расположены не в теле, а в поле. А характера эмоциональных шлаков можно судить по местам их расположения. Область печени – это шлаки закупоренной раздражительности, скрытого гнева, недовольства. Их необходимо выводить с помощью описанных ранее методик, ребёфинг и так далее. Лечение химиопрепаратами дало только сильнейшую зашлаковку организма на физическом уровне. Подавление всех биологических процессов, ведь она приготовилась умирать. Длительное голодание – прекрасное следствие для расшлаковки физического тела. Но для очищения полевой формы жизни этого мало. Мало в смысле срока голода. Надо ещё столько же, тогда многое выйдет самопроизвольно. При этом человек должен чувствовать себя на пределе сил и только после этого выходить из голода. Это необходимо очищение полевой формы жизни. К сожалению, последующее питание испортило полученные положительные результаты. Но этому же способствовала и причина эмоциональной шлаки, оставшейся на месте. Боли в печени, почках, отёчность говорят о застой энергии в этих местах. Сильно опотливость с неприятным запахом, потеря волос говорят о перевозбуждении жизненного принципа желчи. Покалывание в области сердца, боли в шейном отделе позвоночника, чувство давления и жжение в глазах говорят о том, что нарушена передача энергии через чакры анахата, вишудха и аджна. И вот смотрите, что получается. Через анахату в организме поступает достаточно энергии движения и электромагнетизма, которые препятствуют гравитационной энергии, действующей на сжатии сцепления коагуляцию. Блокировка аджны, организм не получает психической энергии, человек теряет контроль над собой, срывается, переедает. Таким образом причины остаются и процесс камнеобразования в печени и желчном пузыре продолжается. Этому же способствует и питание неправильное. Необходимо убирать причину, очистить полевую форму жизни и освободить чакры. Тогда произойдет нормализация работы печени, желудка, выработка нормального количества электромагнитной энергии, что усилит ферментативные процессы и улучшит пищеварение. А вот методика очищения печени двойную вы можете взять себе на вооружение. Кстати, камни могут образовываться в желчном пузыре, если человек кушает на ночь. Ночью происходит естественное загустение коллоидов человеческого организма, в том числе и желчи. Уменьшается выработка электромагнитной энергии, человек не движется, сердечное сокращение уменьшается, тело человека охлаждается. Если на ночь кушается жирная, белковая или крахмалистая пища, которая является природным клеем, то у вас обязательно возникнут сгустки, а затем воскообразные камушки зеленого цвета. Вы сами их наели, поэтому не удивляйтесь, что у вас не печень, а камнеломня. Желают получить оздоровительный эффект без предварительного очищения организма. Многие люди жалуются, что после очищения резко худеют и рассасывается эмаль на зубах. Эти проблемы возникают у людей с неочищенной печенью. Они меняют питание и думают, что этого достаточно для оздоровления. Но печень из-за загрязненности не может полноценно усваивать новый вид пищи. Ослаблены все виды обмена веществ. В связи с этим возникает дефицит микроэлементов и других питательных веществ. У человека начинает рассасывается эмаль на зубах и теряется вес. И наоборот, все отлично получается, когда печень очищена. Все виды обмена веществ действуют на должном уровне. И человек начинает поправляться, съедая за день в 2-3 раза меньше пищи, чем до очищения. Пример. Мне 37 лет. Вот уже год, как я страдаю от псориаза. Кожевенный диспансер не помог. Уколы почти ничего не дали. Психотерапевт-экстрасенс. Выброшенные деньги. Я устала всем подряд мазать голову. Помогите мне. Что я должна делать? Верните мне радость жизни. Комментарии и рекомендации. Причина находится на двух уровнях. Полевом и физическом. Необходимо пройти указанные виды очищения и все будет нормально. Особенно полевую форму жизни. И успокоиться эмоционально. Пример. Случайно прочла вашу книгу «Уринотерапия Том-3». У меня к вам вопрос. Я страдаю лимфостазом левой голени с 14 лет. Сейчас мне 30. Обследовалась. Причину не установили. В будущем это слоновость. Нигде в народной медицине не находилось средств против этой болезни. Очень страдаю. Чувствую себя неполноценно из-за того, что отечная нога толще другой. Может ли помочь уринотерапия? Если да, то каким образом эффективнее ее использовать в виде массажа, компрессов или внутрь? Комментарии и рекомендации. А кто за вас должен избавиться от клеточной памяти, которую вы приобрели до 14 лет и которая проявилась в виде застоя лимфы в левой голени? Надо ликвидировать эмоциональный шлаг неполноценности, который усугубляет ваше состояние. И наконец она полностью очистится. Особенно печень. Урина будет применяться после очищения. А возможно она и вовсе не потребуется. И наоборот применение урины без вышеуказанного ничего не даст. И так вылечиться можно, но только не с помощью урины. Ответ дан в книгах. Сейчас я дополню. Это может быть и какое-то паразитарное поражение, которое препятствует нормальному оттоку лимфы. Поэтому надо разобраться с лимфатическими узлами. Не было ли там каких-то ранее пережитых инфекций, которые оставили вот такой вот след. Пример. С ноября 1993 года я начала проводить чистки печени. После предварительного и тщательного очищения кишечника водой и упаренной до 1 четвертой урины. Провела уже 7 чисток. С каждым разом у меня все больше и больше выходило ко мне зеленого цвета. Особенно много вышло в пятую чистку. И так как после этой чистки я стала ощущать царапающую боль в правом подреберье. Я была вынуждена провести шестую чистку. Но так как ко мне выходило приличное количество, 20-25 штук, я решила провести седьмую чистку. В которой вышло 10 камней с фасолиной и один с небольшой сливой. Я очень удивилась, какая же гадость находилась в моей печени. Хотя печень практически не беспокоила. С января 1994 года я перешла на вегетарианское питание. И даже месяц выдерживала сыроедение. А также продолжаю заниматься уринотерапией. Пью 3 раза в день по 7 глотков. Делаю 1 раз в неделю клизмы с упаренной до 1,4 объема урины. А также принимаю ванну. Пол-литровую банку упаренной урины на ванну. И лежу пока не остынет вода. Со мной произошло чудо. С 95 кг я теперь вешу 64. Но думаю, что это не предел. Так как при моем росте 156 см я должна весить не более 50 кг. Все мои знакомые удивляются таким изменениям, произошедшим с моей внешностью. А когда я им говорю в чем секрет, они не верят. Считают, что я пью какие-то импортные таблетки или закодировалась. Я думаю, что при похудении у меня обвиснет и станет дряблой. Но это, к счастью, не произошло. Также у меня была вегетососудистая дистония, от которой я полностью избавилась. Я брела легкость и душевный покой. Кожа стала более гладкой и упругой. Появился блеск в глазах. Глазные яблоки теперь чисто белые с синеватым оттенком. Я стала другим человеком. Без устали работаю на 10 сотках дачного участка. Генеша, я в этом месяце хочу провести завершающую восьмую чистку печени. Так как 7 раз камни все выходили. Не вредно ли так много или отложить до следующего года? Комментарии и рекомендации. Какая молодец эта женщина. Правильными чистками она нормализовала все виды обменов в организме. Особенно это касается печени. В результате чего жировой обмен нормализовался и вес снизился естественно. Этому же способствовало и правильное питание, и особенно правильная уринотерапия. Великолепно подействовали в ванны. Микроэлементная подкормка организма через кожу пособствовала тому, что организм, и особенно сама кожа, восстановили свои молодые свойства. Энергия в очищенном организме стала циркулировать более свободнее и лучше, что способствовало резкому возрастанию выносливости. Вот что значит правильное проведение оздоровительных мероприятий. Всего за полгода человек из безобразного превратился в юного. Это же чудо, сотворенное самим человеком. Каждый из вас может это сделать, а не верующие ей зомби, закодированные извращенной современной жизнью люди. Что касается рекомендаций, то надо очистить полевую форму жизни. Это никогда не помешает. А печень лучше почистить соками яблочным, свекольным. 50-100 граммов свекольного сока и 300-400 граммов яблочного. Либо попить отвар круто заваренного шиповника в течение 2-3 недель. При этом ориентироваться на свое собственное самочувствие. Это очень важно. Пример. Первое письмо было в мае с просьбой подсказать, что делать с подчерневшими зубами после 5 чисток печени. Вы рекомендовали почистить толстый кишечник и продолжать чистить печень. Но печень я до сих пор ни разу не чистила. Боялась. Строго придерживаюсь рекомендаций. Утром 3 глотка урины, каши, овощи. Масло только подсолнечно в ограниченном количестве. Проросшая пшеница почти ежедневно. Один месяц июль я делала массаж своего тела по 30-45 минут один раз в день. Август, сентябрь и октябрь делала микроклизмы из мочегона ежедневно. Два месяца занималась сокотерапией сентябрь и октябрь. Результаты. От массажа по позвоночнику выступили плотные подкожные прыщи, которые прошли только через полтора месяца. Кишечник пришел в норму. За последние 3-4 года при моей близорукости я совсем стала слабозрячий. Комментарий и рекомендации. В результате уринотерапии удалось вытянуть шлаки из глубины тела, которые вышли в виде плотных подкожных прыщей из позвоночника. Нормальное питание привело к нормализации работы кишечника. А для того, чтобы улучшилось зрение, необходимо очистить печень и голову от слизи, что, к сожалению, не было сделано. Советую продолжать, добавляя расшлаковку с помощью потения, ребюфинга или дыхания счастья. Пример. Спасибо за то, что вы не обошли меня вниманием. Вы прислали мне письмо с рекомендациями 8 июля. А 6 июля у меня из глаз начал выходить гной. И шел он у меня больше 4 месяцев. Прекратился лишь недавно. Из левого уха вышел желто-зеленый гной. Было несколько черьев в ухе до этого. Делала компресс на голову. Выходили болячки на голову. А из носа выходит спрессованная слизь темно-коричневого цвета. Болели суставы периодически сильно. Но терпеть было можно. Два раза с небольшим перерывом болело горло. С детства мучилась ангиной. Кишечник чистила 3 раза. Печень 5 раз. После каждой чистки из глаз валились белые хлопья с гноем. Пью мочу до сих пор 3 раза в день до еды. Пила лаврушку 5 раз. Делаю ванну с мочой и настоем из трав. Результаты. Стало намного легче голове. Почти исчез шейный хондроз. Улучшилось настроение. Появилась выносливость, какой раньше не было. Похудела на 15 килограмм. Поднимаюсь на 9 этаж без задышки. На голове быстро стали отрастать волосы. Кожа на лице стала молодая, розовая. Занимаюсь по вашим книгам почти 6 месяцев. Комментарии и рекомендации. Видите, как очищается голова от спрессованного гноя, который накопился с детства от перенесенных ангин, а также черри были в ухе. Очень помогла правильная уринотерапия, особенно в ванной. Именно благодаря им кожа стала молодой, розовой. Благодаря очищению печени пришел в норму жировой обмен и человек без затруднения сбросил лишних 15 килограмм. Рост волос и состояние кожи во многом объясняются правильной работой печени. Мой совет. Ангина из детства, указание на застой энергии в результате клеточной памяти, эмоциональных зажимов, для получения 100% результата очистить полевую форму жизни, а также погонять микропаразитов. Пример, мне 50 лет, и я решила попробовать провести чистку организма по вашим рекомендациям. Не очень веря в успех, но уже первые результаты превзошли все мои самые смелые ожидания. Я почистил толстую кишку, желудочно-кишечный тракт, траж на печень и был поражен тем количеством грязи, камней и слизи, которые из меня вышли. Я начал проводить еженедельные 24-36-часовые голодания. Провел несколько трехдневных голоданий. И вот в мае я провел четырехдневное голодание и через 9 дней, восьмидневное на урине. Урину принимаю внутрь с февраля. После этих голоданий у меня перестали болеть суставы. Заметно уменьшились боли в позвоночнике. Подвижность суставов настолько увеличилась, что в первые дни мне казалось, что там какие-то мягкие вставки, которые не оказывают ни малейшего сопротивления движению. Все тело стало легким и подвижным. Комментарии и рекомендации. Если нет сильной зашлакованности эмоциональными шлаками, простое физическое очищение дает чудесные результаты. Выше приведенный пример подтверждает это. Рекомендую лучше почистить печень. Голодать только в дни икадаши. В холодное время года больше посещать влажную парную. Принимать ванны с уриной. На ванну литр упаренной урины 2-3 раза в неделю. Кушать хлеб из проросшего зерна. И использование оздоровительных средств без учета собственной индивидуальной конституции и возраста. Клизмы с чистотелом подсушивают слизистую оболочку толстого кишечника. И у лиц с выраженной конституцией ветра возникают запоры. Клизмы с чистотелом показаны только лицам с выраженной конституцией слизи. Пример. Мне 42 года. Рост 174 см. Вес около 59 кг. Мое заболевание поликистов, почек, хронический пиелонефрит. Кисты в печени повышенное давление. 10 лет назад провел 10-суточное голодание на воде с клизмами. Давление нормализовалось. Анализы мочи улучшились. Но слезла эмаль зубов. Через год повысилось давление. Ухудшились анализы мочи. В первое время помогали суточные голодания. Сейчас не помогают 5-дневные. Давление растет до 190 на 120. Кисты разрастают. Состояние угнетенности. Повышенная раздражительность. Слабость. Провела чистку кишечника водой и две чистки печени. Грязи вышло много. Но состояние не меняется. В настоящее время пью мочу. Начал чистку кишечника свежей мочой. Пытаюсь голодать на моче. Но голодание проходит очень тяжело. Мерзну. Сильная слабость. Прогревание на голоде в ванной приводит к сильному головокружению. Тошноте. Потери сознания. Что я делаю не так. В чем мои ошибки. Комментарии и рекомендации. В данном примере причина заболеваний. Особенно поликистоз находится в полевой форме жизни. Там образовалась ракорина. Которая привела к перерождению ткани. Необходимо устанить их дыханием счастья. Ребюфингом и так далее. Я думаю, что там еще налицо и заражение организма микропаразитами. Которые и вызывают вот эти вот кисты. Поэтому необходимо почиститься и от них. Что касается оздоровительных мероприятий. То они применяются без учета индивидуальной конституции. Голодать нельзя. Это приводит к перевозбуждению жизненного принципа ветра. Симптомы этого перевозбуждения на лицо. Слезла эмаль зубов. Низкий вес тела. Гнетенное состояние. Раздражительность. Слабость. И мерзлость. Поэтому мероприятия на этом уровне должны быть сведены к вытеснению перевозбужденного жизненного принципа ветра. Просто горячие в ванной с последующим смазыванием тела оливковым маслом. Питание против перевозбужденного ветра. Далее. После небольшого набора массы тела. Приступить к чистке печени, кишечника и почек с использованием уринотерапии. Хорошо подойдут занятия спокойными видами спорта, с умеренными мышечными напряжениями, а также китайская гимнастика, преобразованием мышц и обязательно очиститься от микропаразитов, разного рода грибков и бактерий. Пример. Я давно убедился в бессилии медицины. Прочитала Амстронга «Живая вода», голодала 20 дней, одновременно пила всю мочу, воду и обтиралась суточной мочой ежедневно по полтора часа. Ощутимых результатов не получила. Потом узнала о Порфирии Ванове. Второй год иду по его системе. Дается мне это с трудом. Не могу победить страх перед холодной водой. Не могу искоренить эгоизм. Хотя кое-какие успехи есть и буду продолжать. Комментарии и рекомендации – это наглядный пример того, что человеку нужен оздоровительный эффект, а не следование какой-то системы. Она не для вас. Подберите оздоровительные средства для себя, и вы получите результаты через месяц легко и просто. Победа над страхом формирует психологический зажим. Над эгоизмом – другой. Недовольство собой – еще зажим. А их можно искоренить естественно, без всяких побед и стать естественным человеком. Реагирующим на ситуацию без страха и эгоистических раздумий. То есть дьявольских патологических цепей и внутреннего голоса. Вся необходимая информация находится в моих книгах. Пример. Мне 33 года. Чувствую себя намного лучше, чем в 20 лет. Только вот проблема. Как похудела с родами и клизмами? Не могу восстановить вес. Цвет лица – желтый. Занимаюсь сокотерапией. Пью морковно-свекольный сок. Так до сих пор лицо и руки рыжие. Вообще, вид больного человека – все так и думают. Сама третий год занимаюсь по системе Иванова. Комментарии и рекомендации. Вес не восстанавливается из-за неочищенной печени, которая не может полноценно усваивать морковно-свекольный сок. И пигменты этого сока окрасили кожу. Чего в норме быть не должно. Занятия по системе Иванова способствуют перворазбуждению жизненного принципа ветра, что ведет к похуданию. Порфирий Корнеевич подобрал для себя оздоровительные средства, которые способствовали приведению его желчно-слизистой конституции в норму. А женщина по простоте душевной решила их применить, что и вызвало похудание. Для того, чтобы поправиться, необходимо кушать пищу, уравновешивающую. Жизненный принцип ветра. Смотрите первый том. Раздел индивидуализация собственного питания. Принимать горячие ванны с последующим смазыванием тела оливковым маслом. Давать силовую нагрузку, но умеренную. Тогда вы обязательно поправитесь и будете выглядеть здоровым человеком. Пример. Мне 49 лет. Около 20 лет. Мучает желудочный и кишечный тракт. Плохое пищеварение, отсутствие аппетита и так далее. Почистил кишечник, потом печень. Но вот беда. Не все у меня получается. Все делал по вашим рекомендациям. Клизмы. Голодание по 3 дня. Яблочный сок. Пью около года урину и делаю уриновые клизмы. Результат хороший. Но чистка печени не получается. В полнолуние. Все делал как учили. Каждый день прогревания. Две парные по 5-6 доходов с обливанием холодной водой. 300 граммов оливкового масла и лимонный сок. Но результат тоже ничего не вышло. Вообще позывов не было никаких. Тяжесть в желудке все равно есть. И метеоризм продолжает мучить. В чем дело? Посоветуйте. Комментарии и рекомендации. Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Метеоризм. А также собственный возраст этого человека. Говорят о том, что у него сильно перевозбужден жизненный принцип ветер. Прежде чем очищать печень, надо восстановить гармонию между жизненными принципами. Это, увы, не сделано. Я бы порекомендовал еще попринимать семена тмина, чтобы восстановить работу желудочного тракта и устранить газообразование. Почему не получается очистка печени? При возбужденном жизненном принципе ветра оливковое масло является пластификатором. То есть веществом, которое срабатывается в организме, уменьшая жесткость и сухость, вызванную перевозбуждением ветра. То есть попросту его съедают. Период подготовки перед очищением печени этот человек в парную 5-6 раз заходил. А если применял голодание, то еще более перевозбудил жизненный принцип ветра. Обезводил свой организм, что вызвало усиленную жесткость тканей организма. В данном случае масло пошло не на очистку, а на вытеснение жесткости и обезвожности, которые являются симптомами возбужденного ветра. По этой причине даже позывов не было. Его просто съели. Для того, чтобы удалась чистка, необходимо было в течение недели до этого применять горячие ванны с последующим смазыванием тела оливковым маслом. Это позволило бы насытить организм теплом, влагой и убрать жесткость из тканей тела. Эти процедуры заодно способствовали бы нормализации пищеварения. Питание надо подобрать с преобладанием продуктов, угнетающих ветер. Вот тогда чистка прошла как по маслу, прослаблением и выбросами. Здесь налицо ошибка неправильного подбора оздоровительных средств, не учтена индивидуальная конституция и возраст. Используют оздоровительные средства без учета биоритмологических факторов. У некоторых людей не получается чистка печени из-за того, что они не прошли предварительно смягчение организма, либо сделали это недостаточно. Саму чистку начали в неблагоприятное по лунному циклу и сезонам года время. Пример, мне 25 лет. Незаметно для себя я стала постепенно иначе питаться. Ни жирного, ни острого, ни жареного. Не могла есть. Очень хотела отказаться от всей остальной животной пищи. Решила, что Великий пост как раз то, что надо. Желание было столь велико, что я резко отказалась от молочного, масла, конфет, печенья, пирогов и так далее. Стала заниматься по книгам Семенова. 1 апреля начала делать клизмы с лимоном. Уже через 4 дня начались запоры. Параллельно пошло сильное обострение болезней. В области брюшины живота все ныло. Прирезала меня пополам. По пищеводу распирала воздухом. Я не могла понять, когда это чувство голода, а когда боль. Я едва доходила до дома после работы. И так полторы недели. Потом все прошло. Через пару недель снова, но полегче. Я терпеливо все это выполняла, надеясь, что это нормальное явление. Но запоры не ушли. И вот уже 2 месяца я делаю клизмы каждый день. Что мне делать с запорами? Комментарии и рекомендации. У этой женщины патология в толстом кишечнике. Перевозбужден жизненный принцип ветра. Начало клизм совпало по биоритмологии с еще наиболее слабой активностью в течение года. В результате вместо оздоровления произошло патологическое обострение, которое усугубляет продукты, используемые при клизмении, лимонный сок и вода. Надо использовать нераздражающую жидкость из вашего организма урину. Надо применять процедуры, угнетающие жизненный принцип ветра. Соответствующее питание. Поработать с полевой формой жизни на очищение. Я бы еще порекомендовал и тмин попринимать. Использование ненатуральных продуктов, компонентов при применении оздоровительных процедур. При очищении возникают трудности с подбором ингредиентов. Например, использование воды, лимонного сока или яблочного уксуса в некоторых случаях дает осложнение, особенно там, где имеется плохая вода. Именно эта причина послужила массовому обострению толстого кишечника при его очистке у жителей города Нижневартовска. Необходимо было очищаться с помощью урины. Тогда никаких осложнений, кроме очистительных и оздоровительных кризисов, не было бы. Все, кто делал уриновые клизмы после Уокеровских, находят их несравненно эффективнее и безопаснее. Пример. Я студент, живу вдвоем с мамой. Моя мама, ей 54 года, тяжело заболела по вине медиков. У нее были камни в желчном пузыре. В январе 1993 года ей их раздробили в больнице и назначили пить лекарство хенохол для растворения раздробленных камней. Спустя недели три после приема хенохола у нее появились сильные боли в кишечнике, желудке, запоры с примесью слизи в кали. Несмотря на многократное лечение после прекращения употребления этого лекарства, выйти из этого состояния она не смогла. В сентябре 1993 года ей удалили желчный пузырь с камнями. Состояние ее плохое. Она стала очень худой. 57 кг при росте в 164 сантиметра. Беспокоит постоянные боли в животе, запоры, чередующиеся с поносами. Кожа стала сухой, волосы выпадают. За полтора года стала инвалидом. Помогите! Комментарии и рекомендации. Эта женщина находится в возрастном периоде ветра. Процесс образования камней – признак перевозбуждения ветра. Дополнительное употребление вышеуказанного препарата, обладающего сильно ветроусиливающими способностями, в январе, это наиболее сильный ветреный период года, привело к сильнейшему перевозбуждению жизненного принципа ветра, с его наихарактернейшим признаком – запор или понос, неусвоение пищи, сухость кожи, выпадение волос, резкому паду сил. Характерная деталь, что перевозбуждение этого жизненного принципа продолжало образовывать камни в желчном пузыре и ослабнув свой сезон. Осень – желчный пузырь перестал функционировать и был удален. Надо было ликвидировать перевозбуждение жизненного принципа ветра горячими ваннами, обильным втиранием в тело оливкового масла, соответствующим питанием, а летом раздробить и вывести камни из желчного пузыря с помощью средств, описанных в первом и втором томе целительных сил. Перед вами не только пример использования ненатуральных продуктов и процедур, но и неучтение первопричины, индивидуальной конституции и возраста. Все эти факторы в результате «лечения» быстро разрушили организм человека. Пример. Письмо первое. «Мне 38 лет. Я не пью, не курю, воспитываю двух детей. По характеру оптимистка, очень подвижна. У меня не было никогда операций, травм, хронических заболеваний. Только в 1983 году я болела гепатитом А. Беда на меня обрушилась в январе 1991 года. Я сильно заболела. Врачи сначала не знали, что со мной происходит. Анализы мочи плохие, повышалось давление, тахикардия, потеря веса, дрожь в руках, отдышка, сильная потливость. Затем выяснилось увеличение щитовидной железы, повышенная функция, а через 6 месяцев появилось два узла. Стало лечиться гомеопатией и биоэнергетикой. Но самочувствие мое то улучшается, то ухудшается. Я ничего не понимаю, что со мной. В феврале этого года у меня появились отеки на ногах, животе. Вода затекала даже в легкие и начинался сильный кашель. Спалась сидя. Я применяла много гомеопатических лекарств для сведения водянки и через 3 недели стало выходить много воды. До этого мочеиспускание было скудное. В конце июля была проездом в Белоруссию. По дороге домой купила ведро черники для варенья, немного поела. А через 2-3 дня после возвращения у меня появился большой зуб. Печень увеличилась на 2 сантиметра и в ней наблюдается застойное явление. Я таю на глазах. Я устала болеть. Я страдаю. Прошу, помогите. Письмо 2. Ответ я получила. Спасибо. Сообщаю, какие изменения произошли у меня за это время. Во-первых, я не дожидаясь вашего ответа, стала самостоятельно принимать урину по 3 глотка 2 раза в день 2 сентября 1994 года. Через 3 дня я почувствовал в себе силу, лёгкость, прошла слабость. Но такое состояние продолжалось недолго, дней 8. Моча выделялась то обильно, то скудно. А еще через 2 дня у меня началась сильнейшая лихорадка. Я не могла согреться. Лихорадило меня 4 дня. Были сильные головные боли, слабость. Стал бить кашель. Из меня за день выходило по 2 полотенца мокроты, желто-зеленого цвета. Я не могла спать ночью, задыхалась. Эта грязь выходила неделю. Я продолжала пить урину и была спокойна. Через 10 дней после лихорадки я опять заболела. Были сильные головные боли, прострелы в голове, шум в левом ухе, сильный насморк. Болели оба уха. Опять пошла мокрота, но меньше, чем в первый раз. В это время у меня были сильные отеки. Отек весь живот и ноги. Ночью вода стала сходить. Ее было море. Утром отеков уже не было. Я пила отвар шиповника. Съедала 2 печеных яблока. Болела 2 недели. Получив от вас письмо и прочитав рекомендации, я начал с 1 ноября делать клизмы. После них выходит жидкий стул и сгустки слизи. Иногда слизь сбывает с прожилками крови. Печень увеличена и болит. Отеки мучают, хотя не так, как прежде. Делаю компрессы из упаренной урины. Растираю сию. Парю с парной. За время, как начала применять урину, я сильно похудела. И приятная новость. У меня пропал зоб. Шея стала ровной. Я это чувствую, прикасаясь к щитовидной железе. Вопрос. Можно ли кушать квашеную домашнюю капусту? Комментарии и рекомендации. Случай с этой женщиной непростой и поучительный. Гомеопатия, биоэнергетика, нетестыство, с помощью которых можно кардинально решать возникшие проблемы. В данном случае задействованы причины, лежащие глубоко в полевой форме жизни. Итак, разберем все, что нам известно. Первое. Женщина по характеру оптимист, очень подвижна. Травм, операции и хронических заболеваний не было. Значит, это более-менее чистый человек в полевом отношении. Второе. Первый раз заболела в 1983 году гепатитом в возрасте 27 лет. Сейчас 38 лет. Какой период жизни был? Это был период желчи, возрастной период желчи. Другими словами, чем можно было заболеть в это время, тем она и заболела. Расстройством печени. Что произошло в результате принесенного заболевания? Понизилась функция печени, а вместе с ней все виды обмена веществ, пищеварительные и теплотворные способности организма. Третье. Что из себя представляет 1983 год? Согласно 60-летнего цикла, это самый последний год, окрашенный энергией воды. Север-зима. Почки черный цвет. Другими словами. В этот год наиболее силен первый элемент вода, который является антагонистом первого элемента огня. А огненные, то есть теплотворные функции в организме связаны с печенью. Там наиболее высокая температура в организме и частично с сердцем. Отсюда следует такой вывод. Теплотворные функции организма были ослаблены биоклиматическими особенностями 1983 года. Возможно, произошло внедрение и биопатогенной энергии холода в организм этой женщины весной не стой на пути ветра. Четвертое. Почему беда пришла в январе 1991 года, а не в другое время? В это время наиболее выражены энергии воды. Север-зима-почки. А следующие два года, 1992 и 1993, согласно 60-летнего цикла, окрашены энергии воды. Север-зима-почки черный цвет. То есть, включились биоклиматические вредные факторы, с которыми ослабленный организм с пониженными теплотворными функциями уже справиться не смог. И что должно было произойти? Отеки, плохие анализы мочи, тахикардия, сильная потливость, водянка и тому подобное. То и произошло. Пятое. Человек более-менее поправился. Но что его ждет впереди? В следующие годы, окрашенную энергию воды, север-зима-почки, будет через 12 лет. Это 2002 и 2003 годы. И если не произойдет радикального укрепления теплотворных способностей, то проблемы со здоровьем станут вновь с еще большей силой. Шестое. Исследуем этот случай дальше. Почему сдала щитовидная железа? Мы знаем, что в области щитовидной железы находится вишудха чакра, ответственная за пространство и время организма. Из второго письма нам известно, что за день выходило по два полотенца мокроты желто-зеленого цвета. Откуда взялась мокрота? Из-за того, что печень могла полноценно переваривать пищу, из-за пониженных теплотворных способностей. Из пищи образовывалось множество слизи, которые ослезнило весь организм, и особенно те места, где она должна скапливаться от диафрагмы до головы включительно. Ослезнение означает, что в организме изменяется пространство и время. Гиперфункция щитовидной железы, физического представителя вишудки чакры. Организм пытался с этим справиться. Отсюда зуб. А вот что касается узелков, то они образуются от загустения коллоидов в щитовидной железе из-за увеличения вязкости крови, лимфы, из-за слизи. Здесь еще может быть и то, что прошлое заболевание гепатит слабо тлел в организме и со временем дал опять рецидив. Но уже другой, совершенно другого вида. Это нельзя сбрасывать со щитов. Это мое последнее дополнение. Седьмое. Как протекало лечение? Моча начала действовать как мочегонное средство. Это очень хорошо. Организм сам своими средствами стал избавляться от отеков. Ночью вода стала отходить, ее было море. Урина стала отквашивать и выводить желчную слизь. Грязь выходила неделю. Прострелы в голове. Нормализовалась нормальная циркуляция энергии в этой области. И, наконец, исчез зуб. Урина разжижила коллоиды и сгустившиеся узелки расплелись сами собой. Сильное похудание связано над тем, что отошла слизь в огромном количестве. Восьмое. Что надо сделать еще? Обязательно почистить печень и пройти очищение поевой формы жизни. Наладить питание с учетом собственного возраста и индивидуальной конституции. Информация дана в книгах. Ищите. Девятое. Почему хочется кушать квашеную капусту? Этот вопрос задан неспроста. Ослабленный теплотворный принцип желчи требует кислый вкус для своей стимуляции. Да, вам можно и нужно кушать домашнюю квашеную капусту кислого вкуса. Вот таким образом необходимо изучать причины и следствия ухудшения собственного здоровья и работать над их устранением. Сравнится ли с этим постановка диагноза и нужен ли он вам после этого исследования? Непонимание процессов, происходящих в организме при оздоровлении. Одна из причин похудания человека во время самоздоровления связана с тем, что организм начинает быстро избавляться от старых балластных клеток, которые создают надутость человеческой фигуры. Внешнее благополучие в виде прослойки жира и живота. Живот уходит, жировая ткань принимает свойственные ей размеры, формы тела становятся юношескими. Этот процесс многие люди принимают за ухудшение, тем более, что люди ахают по поводу их худобы, которая на самом деле есть нормальное состояние тела, против того, что человек имел 10-20 кг лишнего веса. Пример. Мне 44 года. Заболела психическим заболеванием в 1986 году. С этого же года начала лечиться у психиатров и почти весь год провела в больнице, но облегчения не было. В 1990 году мне дали вторую группу инвалидности. В течение трех лет выпила неимоверное количество лекарств, но ничего мне не помогло, только поправилась от этих таблеток на 20 кг. Положение было отчаянное. К концу 1990 года я решилась и бросила все лекарства и стала голодать. Мне удалось проголодать 5, плюс 7, плюс 9 дней с небольшими перерывами. После этого началось постепенное облегчение, и к 1991 году я стала чувствовать себя сносно. Но в конце 1993 года у меня началось ухудшение. Оно выразилось в том, что у меня начали болеть здоровые зубы. Два зуба удалили, однако боль не прекращалась. Чувствую, что эта боль фиктивная. Так зубы не болят. Да еще прибавилась к этому тоска. Тут уже совсем жить я не стала. Я снова решил оголодать. Это было в апреле 1994 года. Знакомые посоветовали мне попробовать уринотерапию. Дали книгу Амстронга «Живая вода». Я стала голодать с применением урины по Амстронгу. Проголодала 5, плюс 5, плюс 8 дней и никакого эффекта. Купила вашу книгу «Целительные силы». Прочла и поняла, что отчаиваться рано. Сейчас лечусь так. Принимаю урину внутрь свежую. Среднюю часть 5-7 раз в день. По 5-9 больших глотков натираю тело. Делаю клизмочки. Закапываю нос. Почистила кишечник и печень, из которой вышло много грязи. Однако самочувствие мое не улучшилось. Через 2 недели после начала лечения у меня стали вскакивать прыщи на лице, шеи, груди, спине. А через месяц стали сильно болеть зубы. А тоска стала такой невыносимой, что вообще терпения нет. От безысходности плачу, лезу на стены. Еще через несколько дней у меня появились боли в сердце, печени, желудке. Боли были слабые, непродолжительные и какие-то ненастоящие. Я бы сказала, что болит не сердце, а место, где расположено сердце. Но боли возникают ежедневно. Я на грани жизни и смерти. Ответьте мне, можно ли считать мое состояние кризисом или кризис еще предстоит? Ведь прошло всего полтора месяца с начала лечения. Мне важно знать все мелочи и подробности. Они помогут мне пережить кошмар, в котором я сейчас нахожусь. Бросать уринотерапию не собираюсь. Комментарии и рекомендации. Так что же происходит с этой женщиной? Любое психическое заболевание – это перенасыщение полевой формы жизни эмоциональными шлаками и клеточной памятью. Возможно, также подселение посторонней сущности. Как вы помните из предыдущего описания теоретического раздела, человек к этому возрасту 44 года зашлаковывается до предела, что с ней и произошло. В результате лечения у психиатров от неимоверного количества лекарств зашлаковалось физическое тело, поправилось на 20 кг. Это означает, что организм увеличил свою массу для того, чтобы за счет удержания воды и жира разбавить концентрацию шлаков до норм, совместимых с жизнью. Тоска, эффективные боли, проявление эмоциональных шлаков и клеточной памяти. Голодание в течение указанного периода практически ничего не дало, кроме некоторого очищения крови и лимфы. От массированного применения уринотерапии, накопленной в течение 44 лет шлаки, лекарства и даже империл пришли в движение. Это выразилось в высыпании прыщей на коже, а в местах скопления империла, возле соответствующих чакр, эффективные боли в сердце, печени, желудке. Плач, разрежение эмоциональных зажимов, лазание на стены и проявление патологической клеточной памяти. Да, кошмар только начинается, но если применять дианетику, ребюфинг, дыхание счастья или холотропную терапию, можно кризис спустить на тормознах. Уринотерапию при этом продолжать. Все эмоциональные явления, плач, тоска, боли, двигательные реакции есть не что иное, как активация энергии внутренних зажимов и выход ее наружу. Это надо знать, терпеть, а также активировать на выход из организма с помощью вышеуказанного. Пример, я применяю лечение урины уже более полутора года. Имею много заболеваний, пилонефрит, колит, тромбофлебит, желчно-каменную болезнь, облитерирующий эндоартрит левой ноги. Лечение шло с переменным успехом, а в общем неплохо. Затем приобрел ваши книги и решил применить упаренную урину для лечения колита. Начал применять по 100-130 граммов один раз посредством клизм. Применял 2 недели, сделал перерыв 2 недели, особого улучшения по сравнению с периодом до применения не отметил. Но потом решил еще продолжить 2 недели. Произошло неожиданное явление. Одновременно пил по 200 граммов свежей мочи. Стул резко уменьшился. Я увидел, что это обострение, испугался и бросил. Сейчас мучаюсь, стула нет. Сделал 3 голодания по 2,5 дня, но улучшения не получил. Сейчас состояние тревоги и растерянности. Наверное, я отравился упаренной уриной. Посоветуйте, где я допустил ошибку и можно ли исправить что-либо вообще. Комментарии и рекомендации. Из записанного заболевания видно, что они все связаны с застоем энергии. А эмоции страха указывают, где именно имеется застоем. С помощью очищения полевой формы жизни его необходимо убрать, очистить печень. Когда применяются так долго клизмы из упаренной урины, сильно ослабительное средство, которое превозбуждает жизненный принцип ветра, необходимо применять горячие ванны и втирать в область живота и поясницы оливковое масло, а также применять соответствующее питание. Применение голода лишь обострило ветер, то есть запор стал устойчивым. Что касается обострения, оно выражается не в уменьшении стула, а в увеличении. Этот человек спутал обострение с перевозбуждением ветра. Никакого отравления упаренной уриной не было. Страхи, имеющиеся в полевой форме жизни, по дьявольским, патологическим цепям пришли в возбуждение и начали шептать ерунду и накручивать возбуждение. Чувствуется, что этот человек в свое время получил большую патологическую клеточную память. Советы по преодолению этого состояния даны, действуя и получите здоровье, а заодно применяйте тмин. Отличная вещь. Пример. Моя болезнь – приобретенный порог сердца. Мне сейчас 57 лет. Кишечник у меня сам не работает. Желчный пузырь тоже. Печень болит. Бывают отеки на ногах. Скажите ради бога, как мне жить? Или моя песенка спета? Я совсем измучилась. Вся синяя, холодная, худая, тоскливая. Комментарии и рекомендации. Возраст, когда человек переполняется клеточной памятью и обычными шлаками. Приобретенный порог сердца возник от того, что грязная кровь от прямой кишки сразу же поступает в сердце, минуя печень. Да и печень уже не работает. Так повторяется много лет, в результате чего возникает сердечное заболевание. Например, у этой женщины приобретенный порог. Рекомендую вам, не дожидаясь состояния синюшности, холода, истощения и тоскливости, а заранее очищаться на полевом и физическом уровне. Вся методика описана в моих книгах. Пример. Мне 14 лет. Я прочитала все ваши книги и хочу узнать, можно ли мне очищать организм, голодать, принимать урину и так далее. Люди говорят, что в таком возрасте организм еще не засорен, еще развивается и так далее. А моя мама вообще сказала, не занимайся глупостями. Но где-то полгода назад я прошла в библиотеку книгу Поля Брега «Чудо голоданий» и уже голодала по 4 дня без клизм, без принятия урины. Первые 3 дня все идет хорошо. Появляется белый налет на языке, изо рта пахнет ужасно. А моча становится мутной, хотя состояние очень хорошее, ощущается легкость или все хочется делать, ходить пешком и так далее. Но на 4 день все меняется. Во мне появляется какая-то слабость, головокружение. Короче, мне становится плохо и ничего не хочется делать, только лежать. Я несколько раз голодала и потом наедалась буквально как корова. Причем не фруктами и овощами, а всякой вредной пищей. Вообще я начал голодать из-за того, что хочу похудеть. Но сейчас я хочу не просто похудеть, а избавить организм от шлаков, слизи всего вредного, пока не поздно. Напишите мне свои советы, я хочу начать полноценную, радостную жизнь. Комментарии и рекомендации. Итак, люди говорят, но ты уже убедилась на собственном примере, что ссора в организму уже более чем достаточно. Белый налет на языке, изо рта ужасно пахнет, моча становится мутной. Это все симптомы шлаков. Слабость говорит о том, что организм начинает выбрасывать из себя столько шлаков, что на это уходит вся твоя сила, поэтому хочется лежать. К сожалению, не одна ты становишься коровой после голодания. Многие теряют самобладание, потому что включается клеточное сознание, которое имеет один приказ – выживать. А это значит есть, есть и есть. Ибо голод для клеток – это их смерть. Пройдет немало времени, прежде чем ты научишься сдерживать себя. Но этому ты обязательно научишься. Вот мои советы. Очисти толстый кишечник, затем печень. Регулярно ходить в парну. Ежедневно давать от часа до полутора часов физическую нагрузку. Правильно кушай. При этом нажимай на хлеб из проросшего зерна. Пройди курс ребёфинга или дыхание счастья. И ты обязательно приобретёшь стройную фигуру. Будешь умницей и очень привлекательной девушкой. Жизнь станет очень радостной и желанной. Мне невозможно передать тебе словами, как я радуюсь жизни. Как мне хорошо теперь. А если бы ты знала, как мне было плохо раньше. Это говорю я вам, автор. Враждебные отношения ближайшего окружения к процессу самоздоровления. Неполадки в семье сильнейшим образом сказываются на нормальном функционировании полевой формы жизни. Невысказанности. Накопленные обиды и тому подобное зашлаковывают нас сильнейшим образом и приводят к разного рода болезням, недомоганиям. Как только это убирается, человек выздоравливает. Если всё происходит наоборот и с хорошей стороны попадает в неблагоприятную, болезни появляются сами собой, как у супругов, так и у их детей. Пример. Мне 36 лет. Разведена. Муж много пил и девушил. Имею дочь 8 лет. С января месяца. Начала раздельно питаться, делать гимнастику. Частично применять уринотерапию, маслолечение, дыхательную гимнастику, массаж. Больше бываю на свежем воздухе. За 3 месяца вес снизился с 75 кг до 64 кг при росте 164 см. Впервые за многие годы зима прошла без бронхита. Глаза приобрели блеск после чистки кишечника. Мысли. Сознание стало более ясными. Прошли некоторые чувства. Неловкости. Стеснения. Страхов. Замкнутости. Нет неприятностей с кишечником. Перестала болеть коленка. Дыхание стало более ровно. Нет отдышки при пробежке. Сон стал более спокойным и глубоким. Комментарии и рекомендации. Была ликвидирована патологическая обстановка, оказывающая угнетающие действия на полевую форму жизни этой женщины. Эмоциональные зажимы теперь не активируются мужем-дебоширом. Движение энергии нормализовалось, что и привело к исчезновению бронхита. Мысли сознания стали более ясными. Прошла неловкость, стеснение, страх и замкнутость. Боль в коленке исчезла от того, что окружающая обстановка перестала активировать клеточную память. Видите, сочетание очищения и укрепления физического тела, совпавшее с ликвидацией угнетающей обстановки на полевую форму жизни, дало прекрасные результаты всего за 3 месяца. Если у вас ничего не получается с оздоровлением, ищите причину в угнетении полевой формы жизни и ликвидируйте ее. Как бы больно вам не показалось, результаты устранения окупятся с лихвой. При этом я еще посоветовал бы вам обратить внимание, а нет ли у вас скрытых инфекций. Пример. Я занимаюсь оздоровительными системами 5 лет. Припробовал на себе много разного. Года 2 тому назад начала питаться раздельно. Бросила. Голодала по 3-5-7 дней и 2 года по 32-42 часа раз в неделю. Голод это хорошо, но через некоторое время болячки дают о себе знать. И тогда я поняла, что без раздельного питания все эти истязания не имеют смысла. Молодец. Перешла на раздельное питание уже полгода. Очистила кишечник один раз, печень два раза. Но сидя на этом питании я похудела. Мне 55 лет, рост 158, вес 55, а был 62. Это для меня много и самой не нравится. Частые вопросы знакомых, близких. Ты не болеешь? Какая ты худая? Все это травмирует мою психику. Среди всех моих болячек остался один радикулит, который меня не очень донимает. Посоветуйте, как набрать 2-3 КГ. Комментарии и рекомендации. Подобные вопросы близкого окружения вызывают у этой женщины эмоции обиды, которую она не желает высказывать слух. То есть, налицо сильный эмоциональный зажим, а это уже не порядок, от которого необходимо избавиться. Что касается веса, то он у нее нормальный. Желание иметь пышную фигуру и неудачи, связанные с этим, новый психический зажим – недовольство. К тому же, человек перешел в возрастной период вето, что, естественно, подсушило фигуру. Для того, чтобы поправиться, необходимо установить эмоциональные зажимы, применять аутогенную тренировку, трансцендентальную медитацию, очистить печень, два раза это не очистка, питаться пищей, унитающей ветер, процедуру с горячими ваннами и оливковым маслом, занятия с небольшими тяжестями. Пример. Мне 40 лет, имею трех детей, 8, 10, 17 лет. После трех родов вся развалилась. Нарушение обмена веществ. При росте 171 см вес 105 кг, а норма 73-75, а то еще меньше. Начались приступы с поджелудочной железой. Далее реанимация 10 дней. Диагноз – панкро-некроз. Затем последовала операция. Удалили желчный пузырь. Строгая диета в течение двух лет. Потом стало разнообразить питание. И опять по весне обострение панкреатита. И так еще два года в мучениях. И вот у меня терпение лопнуло. И стала принимать мочу с 26 сентября 1992 года. Думала, умру от того, как это противно. Но когда выпила полстакана, мне стало смешно. И вот уже один год и 8 месяцев пью по утрам стакан урины. Стало есть все, что раньше нельзя было с моей поджелудочной. Исчезли простудные заболевания. Ангина, гайморит, насморк. Если насморк начинается, то проходит через день. Самое интересное. Начинается бесконечный чих. Насморк идет ручьем. А на следующий день, как будто и не было ничего. Эффект потрясающий. Когда я стала применять клизмы с уриной, стало выходить огромное количество медузообразной слизи. Эффект этих клизм по сравнению с клизмами с лимонным соком потрясающий. Выходит гадости больше, что я не могу сказать при проведении клизм с водой и лимоном. Когда купила ваши две книги, то читала не отрываясь. Домашние стали смотреть на меня, как на чокнутую. Комментарии и рекомендации. Нашим домашним наплевать, что мама выложилась на них. Им непонятно, почему она читает такие книги, а им они не нужны. Побывали бы они в шкуре маме и поняли бы все сразу. Увы, через голову это не понимается. А вот через задницу доходит гораздо быстрее. Ты вкусненько в рот суешь, а оно в кишках в слизь превращается. И душит, душит тебя. Тебе больно, страшно. А помочь никто не может. С каждым в нем все хуже и хуже. И вот тогда начинаешь заниматься собой, если уже не поздно. Совет домочадцам, не показывайте свою серость, тупость, безграмотность и черствость. Понимайте и берегите друг друга.